Мужчина, прилетевший из Индии с подозрением на опасную инфекцию, был срочно госпитализирован в Уральске. По такому сценарию прошли учения по недопущению завоза опасных инфекционных заболеваний, в ходе которых государственные контрольные органы и службы отработали порядок оперативного реагирования. Наши корреспонденты понаблюдали за отлаженными действиями специалистов. Согласно сценарию учения, от проводников поезда Алматы-Уральск поступил сигнал о прибытии мужчины, возможно, зараженного опасной инфекцией. Сразу после доставки больного на территорию города вагон был полностью оцеплен. Огромное значение имеет отработка этапности и последовательности действий. В этом деле мелочей не бывает. Важно четко выполнять каждое действие, сообщили специалисты. Существует риск того, что может произойти завоз особо опасной инфекции. В каждой области утверждается комплексный план по охране территории и проведению противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий при выявлении больного либо с подозрением, либо при завозе на территорию области особо опасной инфекции. И ежегодно в этих целях проводятся тренировочные учения. Существует великое множество инфекционных болезней, и во все времена они были главными врагами человека. История знает массу примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори и гриппа. Недаром фикционные болезни получили название мировых болезней. Сейчас, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 50% населения планеты проживает в условиях постоянной угрозы эпидемий. Эпидемия ситуации на территории Западной Касанской области относительно стабильная по особо опасным инфекциям. Такие заболевания, как бешенство, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, сибирская язва, пистемат, улеремия не зарегистрированы. Но вместе с тем у нас ежедневно, ежемесячно проводится эпидемийский контроль над ситуацией и слежение. Учения показали высокий уровень подготовки специалистов, все службы и ведомства, готовность должностных лиц к слаженным действиям в экстренной ситуации.